Решение о переводе русских гимназий на эстонский язык обучения было принято почти 17 лет назад. К 2007 году ознаменовавшимся переносом бронзового солдата законодательные акты предусматривали, что с 2011-2012 учебного года с 10 по 12 класс в русских школах 60% предметов будут преподаваться на эстонском языке. Но дальше этого в подготовке реформы не продвинулись. Сами школы, специалисты в сфере образования неоднократно говорили о том, что гимназии к таким переменам не готовы. Нет методических пособий, учебников и, главное, учителей, способных учить русских детей на эстонском языке. Два года назад 12 гимназий подали ходатайство Министерству образования оставить русский основным языком обучения. Тем более, что на подобные исключения дает право Конституция страны. За это время немало активистов, родителей и учителей побывали в кабинетах полиции безопасности, где на них оказывалось давление. В итоге пойти по второму кругу решили только 4 столичных гимназии, а с помощью столичной управы решения Министерства образования были оспорены в суде. Но и там ответ был получен негативный. Это связано с политическими высказываниями, с приближающими выборами. И если в первом этапе судей, когда Таллинское гороуправление подало Министерство в суд, они получили отрицательный ответ. На второй степени тоже отрицательный ответ. Что это, по-моему, просто поднимает старые проблемы и ничего нового, к сожалению, в этом нет. Поэтому я думаю, что это вызвано политическими интересами и неинтересами образования. Вице-мэр Таллина по вопросам образования Михаил Кылвард в ответ на это посоветовал АВИКСа прийти хотя бы раз на общее родительское собрание и там воочию убедиться, чья воля заставляет подавать ходатайство. Кылвард отметил, что все школы отлично справляются с тем, чтобы их выпускники знали как эстонский язык, так и изучаемые ими предметы. Реформа же, очевидно, приведет к маргинализации, когда русские гимназисты будут знать только государственный язык, но не учебные предметы, которые сложно усвоить на неродном языке. Таким образом, русские дети поставятся в неравную ситуацию с теми, для кого эстонский является родным языком. Получается, что министерство хочет разрушить работающие и дающие результаты систему, не предлагая ничего взамен. Поэтому результатом этого может быть то, что молодые люди будут выходить из гимназии, не получив знаний на должном уровне, не выучив государственного языка. И мне кажется, что здесь складывается вполне определенная картина, что нынешнему правительству на самом деле не нужна образованная русскоговорящая молодежь, которая будет знать эстонский язык. Поэтому каких-либо адекватных решений ждать от министерства в ближайшее время нет смысла, и нам не остается ничего другого, как дождаться правовой оценки государственного суда Эстонской Республики. В то же время министр образования Яковикса игнорирует мнение родителей и попечительских советов и абсолютно уверен, что обучение на эстонском для русских детей возможно стать более конкурентоспособными при поступлении в ВУЗ и на рынке труда. Он также приводит в пример кадреорскую гимназию, где при поддержке правительства Германии обучение ведется на немецком языке. По его мнению, школы, заинтересованные в русском языке обучения, могли бы также заключить подобное соглашение с Российской Федерацией, и правительство Эстонии открыто для обсуждения этого вопроса. Однако тут же возникает и другой вопрос. Почему министр согласен сотрудничать с другим государством, но не готов поддержать своих соотечественников, упорно не признавая проблемы, которая для третьей жителей страны очевидна? Елена Соломина, Сергей Попридухов, Первый Балтийский канал.